SCP-973. Призрак полицейского. Класс объекта Евклиид. Особый слой содержания. Из-за свойств SCP-973 помещение в условии содержания не представляется возможным, поскольку объект представляет большую опасность. 60-километровый отрезок шоссе Засекречено, на котором он обычно появляется, должен всегда находиться под спутниковым наблюдением. Любые транспортные средства, пытающиеся проехать по указанному участку шоссе между 22.00 и 4.30, должны быть направлены сотрудниками фонда по объездным маршрутам к въездам Засекречено и Засекречено. Нарушители должны быть немедленно арестованы и задержаны, если в том возникает необходимость. Описание SCP-973 состоит из двух частей. SCP-973-1. Полицейская машина внешне, напоминающая патрульные машины, стоявшие на вооружении полиции штата Засекречено в начале 1970-х. Это транспортное средство, похоже, находится в крайне неисправном состоянии. Очевидцы в своих рассказах последовательно упоминали о больших вмятинах на дверях и капоте, треснувшем в ветровом стекле, слой ржавчины и оторванном заднем бампере. Наспех приклеенном клейкой-лентой. SCP-973-2 представляет собой мужчину европеоидной расы в возрасте около 40 с лишним лет. Одетого в униформу, которую носили патрульные штата Засекречено примерно в тот же период времени. Субъект описан как лысеющий, толстый и с кавалерийскими усами. SCP-973 появляется ночью, когда другое транспортное средство въезжает на определенную территорию и, возможно, еще в том случае, когда выбранное им в качестве цели транспортное средство превысит определенную скорость. Этот предел измеряется. Среднее значение лимита скорости составляет 88,5 км в час. Но иногда может варьироваться от 53,3 км в час до 112,7 км в час. Связи между различными пределами скоростей, равно как и какой-нибудь предсказуемости в действиях объекта, до сих пор не обнаружено. Когда допустимый передел скорости будет нарушен, SCP-973 появится приблизительно в 0,4 км позади транспортного средства, намеченного в качестве цели, и будет упорно преследовать жертвам на высокой скорости со включенной сиреной и мигалками. При этом радиоприемник целевой машины будет проигрывать одно и то же социкленное сообщение, состоящее из фразы «Беги!» Ругательство удалено. В засекреченных процентах случаев SCP-973 настигает свою цель через 1,6 минут. В этом случае данные удалены. Останки 34 людей и 19 транспортных средств были найдены в пределах 6,4 км от шоссе. Типа повреждений нанесенных телам включают потрошение, изнасилование данные удалены, а в трех случаях тела были искалечены до такой степени, что визуальная идентификация была невозможна. Пять оставшихся в живых людей находятся под опекой фонда. Все они понесли психологические травмы различной тяжести. Изучение транспортных средств показало наличие сильных ударных повреждений, как естественного характера, так и нанесенных каким-то предметом, а также следов возгорания внутри машины. Приложение 1. Разрушение шоссе, на котором обитал SCP-973, оказалось неэффективным. Снос части шоссе засекречен в 1983 году, привел к тому, что SCP-973 передислоцировался в настоящее место пребывания. Приложение 2. 08. Месяц засекречен. 2000. Засекречено года. Попытка захватить и поместить SCP-973 под содержание потерпела неудачу, что привело к смерти 9 агентов. SCP-973 предположительно был ранен, но не выведен из строя, поскольку вновь появился 9 дней спустя. Непосредственный отчет указывают на изменения во внешности SCP-973-2. Как показано в этой выдержке из интервью с агентом засекречено после завершения операции. Агент засекречено. Я не могу сказать точно. Он выглядел иначе. Его глаза были красными. Я помню это. А вместо рта... Его... Вместо рта была черная дыра. Ни зубов, ни языка. Лишь отверстие. Мне некогда было его рассматривать. Я в этот момент думал лишь о том, как от него отбиться. Приложение 3. Область действия SCP-973, похоже, расширяется. А также увеличивается промежутки во времени между его появлениями. Протоколы безопасности были адаптированы к этому изменению.